Воловое производство сельхозпродукции в Молдове по итогам 2024 года снизится на 10%. Министерство экономического развития пересмотрело свой предшествующий прогноз. По данным Национального бюро статистики, за 9 месяцев этого года производство продукции сельского хозяйства сократилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Ассоциации Форца Фермиерлор называют ситуацию в аграрном секторе критической и грозят новыми акциями протеста. Согласно новым данным Министерства экономического развития, валовое производство продукции сельского хозяйства в 2024 году составит 33,9 млрд леев. В сопоставимых ценах это на 10% меньше, чем в предыдущем году. Предыдущий прогноз, опубликованный в августе, напротив, прогнозировал рост производства на 2,4%. Одной из главных причин сокращения показателей называется засуха этого года. Между тем, в Ассоциации Форца Фермиерлор считают, что сокращение производства сельхозпродукции по итогам года может быть еще больше, до 30%. Исполнительный директор профильной организации Александр Бадыреу утверждает, что это обусловлено не только сложными погодными условиями, но и неумелой политикой государства в аграрном секторе. Безусловно, в первую очередь на снижение сельхозпроизводства повлияло засуха этого года и продолжительная жара, которая затронула всю территорию республики Молдова с юга до севера. Во-вторых, на сокращение производства повлияло то, что аграрии остались практически без денег с прошлого года, когда лицензионный ввоз продукции из Украины был налажен очень поздно, а цены на реализуемую сельхозпродукцию были очень низкими. В результате аграрии в этом году использовали гораздо больше химикатов и удобрений, чтобы получить более качественный урожай. Однако эту технологию не удалось использовать до конца, чтобы получить максимум. И еще одна причина в том, что мелкие фермерские хозяйства практически исчезают из-за банкротства. Кроме того, на это напрямую влияют экономические условия. Фермеры считают, что кризисная ситуация возникла во многом по вине руководства страны. Помощь от государства они так и не получили. В 2021 году занимавшая тогда пост премьер-министра госпожа Гаврилица призвала фермеров брать кредиты для инвестиций, потому что осенью будут хорошие цены и, соответственно, реализуя полученную продукцию, фермеры легко их погасят. К сожалению, произошло обратное. За зиму проценты по кредитам выросли вдвое. Соответственно, многие фермеры стали неплатежеспособными. Сельское хозяйство стало искусственным и, соответственно, уменьшилось производство. 2021 год – единственный год, когда наблюдался экономический рост. Было ясно видно, что сельское хозяйство принесло прибыль и высокие доходы. Тогда наблюдался экономический рост. Но они понятия не имеют об экономике и не понимают, откуда берутся реальные деньги в госбюджете. У них другие цели, а не развитие этой страны. Они хотят довезти страну и продать. Хотя я думаю, что страна уже продана. В ассоциации Форса Фермерилур говорят, что готовы возобновить акции протеста, поскольку руководство страны так и не выполнило требования сельхозпроизводителей, многие из которых находятся на грани банкротства. После выборов кризисная ситуация не то что усугубляется, она такая же катастрофическая. Просто финансовое давление со стороны кредиторов усилилось, увеличилось. За последние два дня, вчера и сегодня, мы получили десятки звонков от фермеров со всей страны. Они просят о поддержке, хотят, чтобы мы нашли то или иное решение. Фактически, эта поддержка зависит от парламента и правительства Республики Молдова. Мы просили о поддержке несколько раз, но нас не услышали. Никаких изменений у не вносили. Ни одно наше предложение не взяли во внимание. Я говорю о поправке в закон 240 о засухе. Если в ближайшее время, неделю, 10 дней не будут приняты, скажем так, действенные меры для того, чтобы прекратить процесс банкротства и отчуждения имущества, аграрии, скорее всего, выйдут на протест. По данным Национального бюро статистики, производство продукции сельского хозяйства в январе-сентябре сократилось на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом объемы продукции и растеневодства уменьшились за год на 15,5%. Так, урожай зерновых и зернобобовых без кукурузы в хозяйствах всех категорий упал на 22%. Урожай пшеницы снизился на 23%, а яичменя на 18%. Ухудшилась ситуация и с другими культурами. Урожай овощей составил 76% от прошлогоднего уровня. Фруктов 74%, винограда чуть больше 67%, сахарные свеклы 51,5%.